Новогодние праздники Новогодние праздники Данные рабочие дни Оплачиваются в двойном размере В соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации Опять же, это относится не ко всем категориям Трудящихся, потому что Есть скользящие графики Есть график общий То есть 40-часовая неделя С двумя выходными То есть суббота и воскресенье Соответственно, если вы идете по графику И ваш график выпадает На нерабочие праздничные дни То здесь доплаты никакой не производится Потому что, как вы понимаете Идет определенная нормальная трудовая рабочая неделя Опять же, если все-таки Придется выйти на выходные праздничные дни На работу Еще раз хочу обратить внимание То, что это компенсируется работодателем И компенсируется в двойном размере Есть нормированный, ненормированный рабочий день Есть скользящий график Есть посменная работа Соответственно, когда идет посменная работа Этот график утверждается за месяц То есть работника ознакомливают И он выходит, допустим, два через два Или два через три Образно говоря Если он попадает на Его график выхода на праздничные нерабочие дни Соответственно, данные дни Они не входят как в праздничные И не оплачиваются в двойном тарифе При обыкновенной, как бы, 40-часовой неделе Здесь, как бы, да, действительно Что у нас есть и праздничные, и выходные дни И если вдруг придется выйти на работу То здесь идет оплата в двойном размере В 2015 году официальные выходные дни С 1 по 8 января При общем графике труда работа В выходные дни оплачивается в двойном размере Это правило не касается тех Кто работает в скользящем графике Или посменно Есть определенные разрешения на вырубку леса Соответственно, как бы, эти разрешения получаются Как физическим, так и юридическим лицом На определенную, как бы, категорию То есть, соответственно, с применением техники Без применения техники И если вдруг идет нарушение определенное Ну, юридическим, либо физическим лицом То есть вырубили сверх, допустим Либо без разрешения То здесь идет привлечение как административной Так и уголовной ответственности И штрафы там довольно-таки большие У физических лиц от 3 до 5 тысяч У юридических лиц до полумиллиона Если с применением определенной техники То есть здесь, конечно, как бы, это не совсем выгодно И если вы повторно, как бы, еще попадаетесь С этим правонарушением Изымаются все, как бы, инструменты Которыми вы пользуетесь при вырубке данного леса А именно техника и все остальное Поэтому получается довольно-таки накладно И не думаю, что кому-то будет выгодно Посягать на лесной фонд Как бы Российской Федерации Чипирование вообще в Российской Федерации Деревьев определенно, как бы, не предусмотрено Поэтому, как бы, здесь Ну, каким-то образом Отличить елку новогоднюю, которую вы приобретаете На рынках, практически невозможно То есть вы не сможете распознать Вырубили ее законным путем Либо незаконным Поэтому здесь, как бы, конечно, вся ответственность Еще раз повторяю, ложится непосредственно на то лицо То есть на продавца Который занимается непосредственно Либо покупкой и продажей последующей Либо на поставщика данного леса До момента приобретения данная вещь Принадлежит тому магазину То есть той торговой точке Которая производит реализацию данного продукта И риск случайной гибели, соответственно, также лежит на них То есть до того момента Пока вы не расплатитесь за этот товар Риск случайной гибели несет непосредственно продавец Конечно, если не будет определенного умысла Если будет, ну, то есть вы подошли, допустим, к полке Что-то у вас щелкнуло Вы решили разбить банки, которые там стояли Конечно, за это вы будете нести определенную ответственность И как бы будете компенсировать данный ущерб Если же это произошло случайно То компенсации данной суммы не подлежат Закон о защите прав потребителей Гражданский кодекс Российской Федерации Он очень четко это все прописывает И поверьте, что наши продавцы эти законы знают То есть да, конечно, возможно, что возьмут на определенный испуг Да, конечно, когда к тебе подходит человек под 2 метра в рост И говорит, ты купишь этот товар Ну, как бы, во-первых, это, как вы понимаете, опять же Уголовно наказуемо То есть вас нельзя заставить приобрести что-либо Тем более, если товар, он испорчен Как бы вы имеете право также обратиться в правоохранительные органы Как бы с данным заявлением, что нарушены ваши права Если вы повредили вещь в магазине Следует помнить, что риск случайной гибели товара Лежит на магазине За поврежденный товар вы не обязаны платить Принуждение заплатить за испорченный товар является незаконным Каждый человек вправе подарить другому лицу то, что он считает нужным Договор дарения квартиры, он не заверяется нотариально Соответственно, как бы, он составляется в простой песенной форме Если это недвижимое имущество, то, соответственно, как вы понимаете Обязательная регистрация в Росреестре После данной регистрации данный договор считается заключенным И данное недвижимое имущество считается переданным Здесь, как бы, хотелось обратить внимание В данном вопросе именно по налогообложению То есть, если подарок в недвижимое имущество, то, о чем мы говорим Переходит близким родственникам То это не облагается каким-либо налогом Если это посторонние люди, соответственно, как вы понимаете Здесь у нас идет налогообложение То есть 13% НДФЛ Необходимо заплатить одаряемому В течение одного года с момента получения данного дара В круг родственников у нас входят, как всегда, это дети, супруги, родители Ну и, соответственно, если есть опекаемые лица Как бы, вот Все это предусмотрено, да, гражданским законодательством И четкий перечень лиц у нас также, как бы, там указан Договор дарения не заверяется нотариально Подарок родственникам налогом не облагается А вот передача в дар не родственникам Облагается 13% налогом На сегодняшний момент, в принципе, данный вопрос Он маленечко не актуален Не актуален почему? Потому что также с 1 января 2015 года У каждого автовладельца будет полис ОСАГО То есть обязательного страхования, гражданской ответственности Что такое полис ОСАГО, мы уже, как бы, с вами обсуждали, рассуждали на эту тему Соответственно, как бы, данная ситуация будет неактуальна по одному из принципов Потому что страховая компания, она возмещает те убытки, которые вы понесете при дорожно-транспортном происшествии То есть если виновное лицо вам предлагает за свой счет произвести какой-либо ремонт Ну, как бы, смысла никакого нет, потому что страховая компания вам возместит эти денежные средства в натуральной форме Либо, если вы заключите договор страхования непосредственно на произведение определенного ремонта ОСТО С которого будет заключен договор страховой компании То есть либо вы приедете туда и получите профессиональную помощь Либо вы получите компенсацию и сами уже выполните ремонтные работы Есть определенные суммы, которые идут максимально Допустим, максимально на сегодняшний момент, если не ошибаюсь, по-моему, 140 тысяч рублей Соответственно, если ваш автомобиль пострадал больше Вы имеете право подать в суд уже непосредственно на причинителя вреда То есть на владельца того транспортного средства, который осуществил данное дорожно-транспортное происшествие Если страховая компания не выплатила в полном объеме То есть вы имеете право обратиться в оценочную компанию И после этого обратиться в суд за получением разницы между выплатой и ремонтом Вам нужна юридическая помощь? Задайте свои вопросы юристу Пишите на электронную почту xdurisobakamail.ru Или звоните по телефону 8 978 38 49 69 Знайте и защищайте свои права Юридическое агентство «Правовой гарант» Ваш надежный помощник в решении земельных вопросов Сопровождение договоров купли-продажи и дарения Помощь в оформлении наследства Признание прав собственности через судебные органы Оформление прав собственности Российское право Севастополя Улица Горького, дом 2 Телефон 7 97 48 49 69 Субтитры создавал DimaTorzok